Друзья, вы видите торт, который скоро будет виден. Что за история торта? У нас есть специальные мастерицы, которые делают обалденные торты. Этот отличается тем, что в нем нет практически сахара, он сделан на муссе из ягод. Это не тирамису? Нет, это все мусс. Есть мусс, а есть тирамису. Тирамису, он на печенье. Да, друзья, это мечта диабетика. Друзья, хочется у Ирины спросить, как люди узнают, что кто-то делает такие торты? И вот, допустим, может быть, кто-то из местных, кто смотрит наш сюжет, скажет, я тоже такой торт хочу. Ну, пожалуйста, на Фейсбуке есть группа о вкусной и здоровой пище. Локальная какая-то? Локальная. Так. И там кулинары все вешают как бы рекламу своих изделий. Ну, конечно, есть группа о вкусной и нездоровой пище. Ну, там всякое. Кто-то готовит ежедневную пищу. А не здоровая пища, люди молчат, потому что уже нет живых. Игорь. Извините. Кто-то готовит ежедневную пищу, типа блинчики, котлеты, борщи, супы, картошечку, еще чего-то. Кто-то кейтеринг делает, кто-то и то, и другое делает, кто-то на тортах специализируется, кто-то еще что-то. То есть это коммерческие такие блогеры? Ну да, но у нескольких есть профессиональные кухни с лицензиями, а некоторые так немножко дома шьют. Это, в общем, практически нелегально. Правда, сейчас принят новый закон Калифорнии, разрешающий готовить дома. Но при этом они все равно должны получить лицензию. Но ты сам должен и слушать. То есть для этого не нужна коммерческая кухня. То есть если твоя домашняя кухня соответствует стандартам, то они разрешают готовить дома. Это новый закон. Раньше нужно было только снимать коммерческие кухни. Например, в Сан-Матте, в Redwood City, есть женщина, которая перепечет обалденные пирожки и ватрушки. То есть я ничего вкуснее своей жизни не ела. Адрес есть? Есть, конечно. Да почему это называется «Здоровая пища»? Ты помнишь, была книга? Была книга 1937 года. Она называлась «О вкусной здоровой пищи». Вот по этой кальке была названа группа. Не факт, что там все здорово и всем. А, это же совсем другой ответ. Надо пробовать. Ты же тестировать должен. В книге «О вкусной здоровой пищи» там были сосиски баночные с пивом. Да. Да, да, да. Ну а там, например, единственное, что нужно уже методом проб и ошибок, естественно, найти своих кулинаров. Потому что не все делают вкусно, не все делают качественно. Девочка, вопрос такой при всей его относительности. Сколько, например, такой торт может стоить? В каком диапазоне? В диапазоне. В диапазоне. Не скажу. Любые… Окей, хорошо. Я вам дам такой диапазон. Любой торт, сделанный мастерицами, в зависимости от размера, от самого маленького до самого большого… Да. Ручной работы. Ручной работы. Но, опять же, зависит от того, какой конкретный торт. Да. Стоит от 40 до 150 долларов. То есть, я просто говорю, что… Если только, это не мастика. Знаете, есть торты, которые делают, как произведение искусства, которые специально из шоколадной мастики делают. Вот так вот заливают, фигурки делают. Как на свадьбе. Да, это другое. Да, или как на дни рождения. Это другое. У тех другая ценовая политика. А, там типа «12 апостолов». Ну, книжка там какой-нибудь там. Да, да, да. Ты заказываешь какой-то хочешь внутри. Как правило, они очень вкусные. Потому, что ты заказываешь именно то, что ты хочешь внутри. Это не просто так они тебе сделают, что на душу ляжет. Так, Ерочка. Ну, это, да. Вопрос. То есть, фактически, люди, которые думают, вот я приеду в Америке, мне там 70 лет, не знаю, как я буду жить, там вот сейчас лотерею выиграю, на чем зарабатывать. А вот делайте вкусные торты. Ну, вот я вам скажу, на чем может женщина в 70 лет зарабатывать. Я вам сейчас скажу, на чем может женщина в 70 лет зарабатывать. Да, если она к нам не может в школу. Это, например, готовить для кого-то. На ежедневной основе. Суп, котлеты, блинчики, картошечка, гуляш, полно. И очень много, на самом деле, девочек в группах вешают, что, ой, приехала мама, она делает такие вкусные это, 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 кто хочет попробовать ля-ля. И все уже знают эту маму, потому что она уже третий раз приезжает, и все у нее заказывают, и все это очень вкусно. Можно, например, можно сидеть с детьми, потому что очень большая, например, группа, очень большая, огромная потребность сидеть с детьми после школы. В какой группе? Стоимость, это от 15 долларов в час и выше. 12 считается, что они просто издеваются над человеком. Но это соединить сразу? Содинить. Как это все выглядит. Все из ягод, друзья. Сейчас будем пробовать. Ну что, друзья, я для вас специально пробую кусочек. Специально для вас, чтобы у вас было ощущение. Присутствие. Ням-ням-ням. А я тоже такой хочу. Это кусочек криколада. Давайте я тоже все. Все для вас, друзья. Слушай, ну это жестоко. Ну, шоколады пробую. Они мне не дают распробовать толку. Секунду. Еще раз. Это совершенно идет из категории, знаете, тает во рту. А надо мной все едят, а я не забываю. Как говорил тогда Папанов, ты помнишь в кинофильме, они говорят, на чужой счет едят, пьют даже язвенники и трезвенники. Вот я хочу сказать, такое, друзья, диабетики и люди, которые уже на смертном одре, друзья, они встанут и пойдут это есть. Ну, можно я тоже уже попробую? Да, девочка, спасибо. Ирина, вот в Харькове в самые лучшие времена, которые мы, может быть, вспоминаем, вот такое было? Такого не было. Но было что-то очень близкое. Что было? Был шикарный Харьковский Делиз. Он шел вот так вот дольками, это был шоколадный такой торт. Сколько это Делиз? Делиз – это шоколадно-вафельный торт. Он шел с дольками. Там вверху были тоже фрукты, ну, не настоящие, засахаренные. Скажи только вот одну вещь, это было в свободной продаже или это был дефицит? По блату, по блату. Ну, конечно, не в свободной продаже. То есть, особенное удовольствие было. Друзья, то, что в свободной продаже, это только вопрос денег, это скучно. А вот то, что купить нельзя, это уже особый такой предмет, да, такой, хочется сказать, цимус. Хотя это не совсем… Не за винтов. Да. Что такое цимус? Я тебе хочу сказать. Гена, что такое цимус? Это еврейское национальное блюдо с морковкой. Из морковки делается сладкое блюдо. Да, я считаю, что оно очень вкусно. В широком смысле. В широком смысле слова – это вкусно. В бизнес-флане это самый вот как… Это вкусно. То, что доктор прописал. Вкусно-вкусно или вкусно-сладкое? Нет, это вкусно-сладкое. Вот, но вообще цимус – это вкусно. То есть, общее употребительное значение слова – это вкусно. А то, что доктор приписал, извините, Светочка, позволю мне согласиться, доктор иногда приписывает либо пилюли невкусные, либо вообще клизму. Поэтому фраза «то, что доктор приписал», не совсем соответствует. Да, в старом времени она считала, что доктор приписывает что-то хорошее. Ничего хорошего доктора никогда не приписывали. Если по страховке забесплатно, значит хорошее. А если нет, то нет. Вот, значит, друзья, вот этот наш цимис-шмемис. В разрезе. В разрезе. Всем рекомендую. Ирочка, а как зовут женщину, хоть можешь сказать? Алена Радзивилл. Алена Радзивилл. Привет! Это Алена Радзивилл – это моя студентка. Алена Радзивилл, да. Друзья, выясняется, почему училась. Эмигрантский мир. Может быть твоя студентка, сказали, что она... Никто не... Она не так, да, у нее ничего она училась. Алена Радзивилл, она из Эстонии, если я не ошибаюсь. Она ходила, я не знаю, чему она училась, но она ходила в Хиллел ко мне, где я, когда я руководил Хиллелом, в Сан-Франциско. Совершенно чудная вещь. Она играла с нами в КВН. Хорошо печь, видишь, как она сказала. Что она изучала? Я не знаю, что она изучала. Наверное, семейное строительство. Потому что она создала совершенно замечательную семью. У нее прекрасный муж и абсолютно чудный сын. А еще, оказывается, она шикарно готовит. Друзья, как тесен мир. Вот так и ваш торт когда-нибудь будут есть. И скажут, как, это же вот моя студентка. Или там, допустим, мы вас знаем совершенно с другого. Как страшно, они далеки от народа, да? Да. Друзья, так давайте я закончу тостом. Давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы народ не был разлучен со своими героями. Приславляем. 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 Продолжение следует...